Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо меня слышно и видно. Поставьте плюсик в чат, пожалуйста, если слышите и видите меня хорошо. Спасибо. Ну что ж, коллеги, мы с вами продолжаем цикл вебинаров компании Директ Медиа в первом полугодии 2017 года. Для начала я хотел бы обратить ваше внимание на ссылки, которые привел в самом начале чата. Это ссылки, во-первых, на расписание наших вебинаров. Вот на этой страничке располагается оно. И примечательно оно тем, что это расписание до конца полугодия, до июня месяца. И на все вебинары, которые там помещены в этом расписании, прямо сейчас вы можете зарегистрироваться и уже просто дожидаться соответствующего уведомления. Конечно, это расписание может еще немножко корректироваться. Какие-то вебинары могут выпадать, какие-то появляться. Ну, надеюсь, что в основном оно уже верное и им вполне можно пользоваться. Расписание у нас такое интерактивное, сделанное на основе интерактивной оси времени. Его можно проматывать. И все вебинары, которые идут вперед, там стоит ссылочка записаться или зарегистрироваться. А те, которые прошли, вместо этой ссылки появляется через некоторое время ссылка «Просмотреть видеозапись». На мой взгляд, достаточно удобный формат. Ну, тем не менее, я вам предлагаю также подписаться на наш видеоканал в YouTube, где есть специальный плейлист под названием «Вебинары» и где раз в неделю я выкладываю записи всех вебинаров, которые проводятся в рамках нашего вот этого цикла вебинаров. Как всегда, тем, кто первый раз на наших вебинарах, я обращаю ваше внимание, что сегодняшнюю презентацию можно скачать. Для этого вам надо включить вот это вот, примерно в этом направлении. У вас есть кнопочка в виде открывающейся папки. Если вы на нее будете нажимать, то откроется папка ресурсы. Будет открываться и закрываться по мере нажатия. И в этой папке ресурсы располагаются некоторые ссылочки и один файл. Это файл сегодняшней презентации. Нажимая на изображение дискетки, этот файл можно будет скачать. Ну что ж, коллеги, давайте пойдем тогда дальше по ходу нашей презентации. Так, что-то еще я вам хотел сказать. Видимо, представить наши будущие вебинары. Ну как раз два следующих наших вебинара хорошо представлены на том самом... по той самой ссылке расписания вебинаров, где... о которой я говорил в начале. Поэтому вот милости просим туда, и можно сразу зарегистрироваться прямо с этой странички. Я прошу ваши вопросы... Да, вот сразу вижу вопрос, как можно получить сертификат. Хороший вопрос. Ничего для этого делать не надо. Сертификат сам автоматически, электронный сертификат с подписью, печатью, придет вам на ваш электронный адрес. Единственная необходимость это... вы должны были зарегистрироваться под актуальным вашим мейлом, которые действуют. И второе, вы при регистрации должны указать нормальные свои на русском языке фамилии, имя, отчество, без пробелов, без лишних знаков и так далее. Потому что в каком виде вы зарегистрировались, в таком виде вам вебинар и придет. сертификат в таком виде электронный и придет. Кстати, вот внешний вид этого сертификата сегодня я вам покажу на одном из слайдов. вот как подписаться просто если вы на той страничке, которые находятся, которые я вам сказал. Давайте я вам еще раз ее прямо здесь повторю. Может быть, кто-то не догадался отмотать самое начало. Вот эта ссылочка. Рядом с названием вебинаров стоит ссылка «Зарегистрироваться». Вот на нее нажимаете. А, или это вопрос был по поводу сертификатов. В любом случае, надо просто при помощи формы регистрации зарегистрироваться нормально под своим нормальным рабочим e-mail и корректные фамилии, имя, отчество ввести. Тогда все будет нормально. Ну что ж, давайте. У нас сегодня тема «Что нового в новом семестре» в университетской библиотеке онлайн. Реально немножко шире будет вебинар, потому что под университетской библиотекой онлайн мы понимаем, конечно, не только, собственно, нашу ЭБС, но и окружающие ее сервисы и проекты. Об этом тоже немножко поговорим. Вот, ну, давайте начнем нашу тему. Университетская библиотека онлайн – это ведущий бренд компании «Директ Медиа». На нее направлено, ну, не буду так вычислять, но, наверное, процентов 75 всего нашего труда, всей нашей концентрации нашего внимания. Собственно, ради этого бренда мы делаем все остальное тоже. Вот, ну, не буду вам здесь говорить о том, что она из себя представляет. Это одна из крупнейших, по всем параметрам, крупнейших университетских ЭБС, российских ЭБС, и по параметрам экономическим, и по параметрам количества контента, и по количествам охвата вузов и потенциальных пользователей. Вот, и вот тот план новинок, который мы хотим сегодня, который я хочу сегодня с вами обсудить. Ну, первая новинка – это, собственно, про… хотел бы подробнее рассказать про план наших вебинаров на текущее полугодие. Ну, как вы видите, уже по январю месяцу прошедшему у нас достаточно много вебинаров, даже больше, чем мы это делали осенью. Вообще говоря, это тоже можно причислить к новинкам прошедшего полугодия. Вот где-то с осенью у нас резко сменилась концепция, и если раньше мы вебинарам уделяли примерно, ну, где-то 5-6-7 вебинаров в полугодие проводили, то теперь у нас резко и без прецедента возросло и по объему, и по охвату программы вебинаров. Мы почувствовали, что это одна из самых востребованных функций нашей компании, что народу приходит все больше, и поэтому мы решили делать больше вебинаров, расширить тематику, рассказывать не только о наших внутренних продуктах, как мы это раньше делали, ну, и охватить большую часть тематики интересной вообще представителям образования, прежде всего вузовского, но даже и не только, и школьного образования, и образования в целом, особенно онлайн-образования, по которому у нас достаточно интересный костяк экспертов образовался. Если осенью у нас была программа на 44 вебинара, 46 вебинаров, ну, в результате, по-моему, 44-45 прошло из них, то вот на это полугодие у нас уже программа на 64 вебинара, и, да, за прошедшее время нас посетило почти 15 тысяч человек, ну, это не уникальных человек мы не считали, это 15, более 15 тысяч человек посещений наших вебинаров, вот, я надеюсь, что мы и дальше будем расширять состав, не все время по одному и тому же списку, ну, чтобы к нам новые люди тоже приходили, ну, и, собственно, это и видно, потому что когда мы начинали наши вебинары, вот, когда у нас было, там, 5 вебинаров полугодия, мы стабильно собирали 50-70 человек на каждый вебинар, ну, нет, не стабильно, скажем так, от 20 до 100 человек на каждый вебинар, вот, и мы боялись, что когда мы объявим вот это вот расширение почти на порядок количества наших вебинаров полугодия, то упадет количество посещений до 10-15 человек, то есть они просто ровным слоем размажутся по нашему графику, но нет, этого не произошло, наши вебинары продолжают собирать, там, примерно от 25 до 100 человек, было бы и больше, ну, у нас вот вебинарная комната на 100 человек, к сожалению, вот, к сожалению, у Мирополиса дальше начинаются какие-то неразумные тарифы, дальше идет скачок сразу до 300 человек и четырехкратное увеличение цены, ну, не суть, вот, 100 человек почти всегда нам хватает, вот, и, тем не менее, вот, произошло в разы и увеличение нашей аудитории, поэтому мы вот это дело решили продолжить и расширить, и я думаю, что мы и дальше будем, вот, и начиная с, и в следующем году, ну, такую же политику будем вести, потому что интересных тем много, и повторяющихся тем тоже много, которые надо постоянно рассказывать, наши продуктовые вебинары, вот, ну, и немножко поподробнее о том, что у нас будет, да, вот эту ссылочку я вам уже только что привел, еще раз хочу сказать, что вот у нас есть такое интерактивное расписание вебинаров, в котором можно и удобно зарегистрироваться заранее, мы специально стараемся, хотя это не всегда у нас удается сделать, вот, прямо к началу, создать расписание, более-менее стабильное расписание на целые полугодия, с тем, чтобы заранее собирать всех наших слушателей, и, ну, в некотором смысле это служит нам и дополнительной информацией о важности мероприятий, если мы видим, сколько человек собралось накануне вебинара, мы, прошу прощения, мы начинаем соответствующим, таким образом корректировать, понимаем, что более важно, что менее важно, и можем корректировать нашу программу на следующий сезон. Ну, наши вебинары в этом полугодии делятся на 6 циклов, это наш традиционный цикл повышения эффективности использования БС в УЗе, это линейка, как я называю, продуктовых вебинаров, которые рассказывают о наших продуктах, о том, как ими пользоваться, о преимуществах, тонких моментов всяких, связанных с ними, некоторые вебинары непосредственно конкретным сервисам, посвящены таким, например, как сервису книгообеспеченности, целый вебинар посвящен. В общем, это традиционные вебинары компании, которые заинтересованы в продвижении своих собственных продуктов. Но, кроме этого, у нас есть еще и другие циклы. Первый – это инновации ЭБС и электронных библиотек. Это тематика ЭБС в более широком контексте, когда мы рассказываем в основном этот вот… Да, ну и немножко по персоналиям, да. Первый цикл повышения эффективности использования ЭБС в УЗе в основном ведет вот ваш покорный слуга, я. Кто не знает, меня зовут Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании «Директ Медиа». И также ведут сотрудники нашей компании, отвечающие за те или иные проекты. Инновации ЭБС и электронных библиотек – это более общие вещи, иногда даже такие философские, иногда и практические тоже, но в более широком контексте. Эту линейку вебинаров ведет в основном у нас Константин Николаевич Костюк, генеральный директор нашей компании, или один, или в паре с какими-то приглашенными экспертами. Вот, например, прошлый вебинар у нас был совместно с Юрием Чуховичем, посвященный проблеме борьбы с плагиатом. На мой взгляд, интересный был вебинар достаточно. Следующий цикл – электронное обучение. В этом цикле тоже достаточно много вебинаров моих. Это моя любимая тема. Я вам расскажу об этом чуть подробнее. Близкий по тематике цикл вебинаров «Проблемы онлайн-образования». Цикл вебинаров «Школа научной публикации» тоже достаточно востребованный цикл. Его ведет, ну, частично я читаю, в большей части читает наша коллега Татьяна Телегина этот цикл. Очень интересные вебинары, посвященные правилам оформления, различным нюансам публикации, работой с текстом и так далее. Очень тоже интересные вебинары. Ну и последний цикл, новый для нас, это «ЭБС в школе», посвященный тому, как мы можем помочь решению школьных вопросов. Если остальные вебинары в основном, они касаются вузовской тематики, ну, некоторые из них более общие, то вот это вот конкретно направлено на школьную тематику. Подробнее о циклах. Первый цикл «Повышение эффективности в ВУЗе». Ну вот здесь ряд уже прошел вебинаров в январе, как вы видите. Да, вот третий вебинар в цикле, это как раз тот, который сейчас читается. Следующий вебинар 6 числа будет «Мой же. Что преподаватель может получить от ЭБС университетская библиотека онлайн». Следующий вебинар будет от нашего отдела продаж по поводу комплектования, стратегии комплектования. Дальше будут репортажи, вебинары о контентном наполнении по поводу новых тематических коллекций. Традиционно один вебинар, посвященный нашей второй ЭБС, которая владеет компанией «Директ Медиа Книгафонд». И продуктовые вебинары по нашим другим продуктам. Библиотека «Нонфикшн». По «Артотеке» будет несколько вебинаров, на мой взгляд, очень интересных по распространению научной книги и про электронное обучение в ЭБС, несмотря на то, что у нас есть отдельный цикл по этому. Но это мы включили сюда, потому что здесь хотели рассказать о нашем продукте именно. Инновации ЭБС электронных библиотек – это как раз то, о чем я говорил. Это наши приглашенные эксперты в основном. И Константин Николаевич Костюк вместе с ними или отдельно вебинары будет читать. Тут очень большой разброс тематики и по ГОСТам по электронным библиотечным системам, и по развитию АПР, и про АБИС и ЭБС, про единое окно доступа, про различные интеграционные вещи, такие как Директ Медиа с различными компаниями. Будет интересный вебинар про ДОИ, ESPN, ЭБС, про то, как мы продвигаем индекс ДОИ. Сейчас я отвечу. И несколько вебинаров, совместных с издательствами, которые с нами занимаются этим. Наталья Андреевна, значит, по поводу сертификатов. Пишите мне письменно, я буду пересылать эти письма Юрию Николаевичу Белоножкину, который занимается рассылкой сертификатов. Дело в том, что рассылка сертификатов осуществляется через специальный плагин в системе Moodle, и там разное может быть. Первое, что я вас прошу перед тем, как вы напишите мне письмо, это посмотрите, пожалуйста, в спаме. Потому что иногда автоматические рассылки приходят вам не в основную вашу почту, а падают спам. Бывает такое с любыми рассылками. Поэтому, если его там нет, то тогда, значит, напишите мне и разберемся с этим вопросом. Так, далее. Цикл электронное обучение. Ну, тут 14 тем. Это темы в основном от меня и от нашего коллеги из компании Гиперметод Дмитрия Кречмана. У него в нашем цикле целых 6 вебинаров. Он их прочел, один из них уже прочел, и где-то в середине каждого месяца по средам его вебинары. Вот следующий интересный вебинар будет как сделать электронный курс за час. Вот уже достаточно скоро. Ну, и мои вебинары связаны с интерактивными инструментами бесплатными, с подготовкой учебного видео и так далее. я надеюсь, вам они тоже понравятся. Но они больше будут уже к концу полугодия, в апреле, мае, июне. Да, вот в цикле проблемы онлайн-образования, но этот цикл у нас почти уже полностью прошел в в январе. Ну, вот остался интересный вебинар с таким провокационным названием от Константина Николаевича Костюка «Интернет как болезнь культуры, анамнез и диагноз». Мне самому интересно, что Константин Николаевич в этом вебинаре скажет. Я думаю, будут интересные тезисы. Ну, и последний цикл «Школа научной публикации». Первые два вебинара я уже провел. Вот это «Понимание текста как медиа». На мой взгляд, был большой интерес к этим вебинарам. Следующий вебинар будет вот совсем скоро, 8 февраля. Вот этот вот вебинар третий «Авторские права в интернете. Есть ли шанс защитить?» Наш юрист расскажет об авторском праве в интернете. Впервые мы касаемся этой темы подробно, потому что нас постоянно бомбардировали вопросами об авторском праве. Вот мы решили, что мы сделаем отдельный вебинар. Ну, и далее вебинары от Татьяны Телегиной «Стандарты научной публикации в периодическом издании», в монографическом издании, «Безупречная студенческая работа», «Преподаватель как автор электронно-учебного издания» это мой вебинар будет. Дальше снова Телегина, первая научная статья и еще один вебинар от Дмитрия Кречмана. Ну, вот так вот почти все. Вот не все, но основные наши спикеры. Первый ряд это все представители компании Директ Медиа, которые примут участие, но не все, у нас больше спикеров, мы с каждым разом все большее наших людей подключаем к этой работе. Вот, второй и третий ряд это наши приглашенные эксперты, как правило, это первые лица компаний каких-то, либо руководители соответствующих подразделений, ну, широкий ряд экспертов в соответствующих областях, ну, вот, вот примерно так. Да, ну, и вот сейчас я вам сказал об одной линейке наших вебинаров 64, да, на самом деле это не все еще. У нас есть отдельные вебинары от Директ Академии. Директ Академия это наш портал электронного обучения и руководит этим порталом Юрий Николаевич Белоножкин и у него тоже своя линейка вебинаров. Она, правда, полностью не определена на полугодие, чтобы ей можно было поделиться, но вот хочу сказать, что он производит собственные рассылочки, но иногда я тоже помещаю его вебинары в нашей рассылке. Мы просто эти продукты развели немножко, потому что они разные. У Юрия Николаевича больше есть вебинары такие в виде курсов отдельных, то есть сериями вебинары, больше вебинаров от экспертов из вузов. Просто мы решили, если мы это все объединим, у нас будет совсем необъятный какой-то график, а так мы немножко по разным аудиториям бьем этими вебинарами. То есть я думаю, что всего у нас на полугодие где-то вебинаров 100 получается вместе с Юрием Николаевичем. Думаю, что если вы подписчики ЭБС, то вы получаете и ту, и другую рассылку и мимо не пройдете. Ну и вот так вот примерно выглядит наш электронный сертификат. Бланк, нормальный бланк, его можно распечатать на цветном принтере на А4, повесить над собой, будет нормальный сертификат. Внизу фоксимильная подпись Константина Николаевича Костюка, фоксимильная печать и уникальный код сертификата, по которому его в случае необходимости можно найти в нашей системе. Ну вот вроде бы по поводу сертификата все, остальное я вам сказал. Идем дальше значит по новинкам нашим. Наш видеоканал, ну наш видеоканал и в частности в связи с тем, что мы публикуем там результаты нашего записи наших вебинаров, он становится все более популярным. У нас уже почти около 500 подписчиков и мы вам настоятельно рекомендуем подписаться на наш канал. Вот ссылка в начале нашего чата как раз этому посвящена. на нашем учебном видеопортале хранятся что там есть. Там есть наши учебные ролики. В основном это давайте перейду к плейлистам, к обозначению плейлистов. Первый плейлист это функционал ЭБС университетской библиотеки онлайн. Там учебные ролики по тому как пользоваться нашей электронной библиотечной системой. Дальше ролики по работе с учебным порталом электронного обучения. Вот наиболее востребованный в последнее время плейлист вебинары о котором как раз вы спрашиваете нас постоянно. Я вам отвечаю в чате по поводу того что именно там появится запись текущего нашего вебинара. Дальше есть плейлист посвященный конференциям семинарам. Если там ведется видеозапись то мы тоже эти видеозаписи помещаем. Ну и есть плейлист практикум автора учебного контента. Там видеоролики общего содержания которые полезны автору электронного учебного контента. В основном это ролики посвященные инструментариум автора при помощи каких инструментов можно изготовить какой вид контента и как это сделать. Ну и разумеется на этом канале наши вебинары не буду здесь пропагандировать этот вид деятельности о том что это новая прогрессивная интерактивная форма удаленного общения но обращу внимание на третий пункт о том что после завершения вебинара который сам по себе вебинар является синхронным мероприятием но после его завершения и оцифровки он превращается в удобный учебный видеоматериал и в частности посетив наш вебинар допустим в единственном числе от вашего подразделения поняв что он может быть полезным вы можете потом ссылку на его видеозапись дать всем своим сотрудникам и они это тоже увидят им это тоже будет полезно повторюсь все наши записи те которые по техническим моментам нормальные мы их помещаем бывает иногда сбои мы их помещаем на наш канал видеоканал и вы можете с ютуба их смотреть какие новые учебные ролики в семнадцатом году пока ничего нового не появилось но планирую я записать обновить ролики по функционалу но вот такие вот ролики появились в шестнадцатом году вот первые три ролика они полезны всем ролям поэтому можете просто их давать когда в качестве учебного материала для ваших студентов и преподавателей если они спрашивают как себя вести в электронно в университетской библиотеке онлайн вот тут подробно про чтение и про поиск ВБС вот остальные ролики они больше да ну и это тоже вот всем полезно остальные ролики они их их больше на самом деле их около пятнадцати ну вот это вот самые новые они для библиотекарей подробно объясняют их функционал ну как всегда самое интересное для людей это даже не новые сервисы а новый контент что у нас в этом смысле ну накануне нового года у нас был приятный такое юбилейное событие количество книг в университетской библиотеке онлайн изданий точнее превысило 100 тысяч 100 тысяч наименований сейчас наверное уже где-то около 105 тысяч за прошедший год значительно пополнилось 13 тысяч новых книг появилось новые издательства среди них такие известные как дело проспект статут и другие я здесь все не указываю на самом деле каждый год несколько десятков иногда и может быть и ближе к сотне издательств включая не очень большие появляются у нас в электронной библиотечной системе вот те в следующие вот это в этой строке те издательства которые представлены эксклюзивно у нас или почти эксклюзивно только у нас в нашей электронной библиотечной системе ну почти это значит еще может быть еще в какой-нибудь одной ЭБС ну и традиционно наши стратегические партнеры из крупных издательств это вот вот такие вот Бином Георд ДМК Пресс Финансы и Статистика Горная Книга Логос и так далее а вот я сознательно не указываю здесь все просто этот список он бы поместился не на один и не на два и не на три слайда кроме ЭБС университетской библиотеки онлайн у нас есть книга фонд который с 16 года принадлежит компании Директ Медиа и мы параллельно развиваем для того чтобы его клиентов не обижать мы развиваем книга фонд в нем дальше даже большее книг ну традиционно там было большое количество книг исторических то есть находящихся в общем в общем пользовании дореволюционных книг вот но и фонд современный тоже пополняется и в прошлом году контентное наполнение книга фонд достигло уровня и качество контента которого не было у этой ЭБС даже в свои лучшие годы в самом начале существования ну и пополнилась такими издательствами состав контента как высшая школа экономики издательства Владос Химиздат Белый город Сибирская Благозвонница Акватерем Книжный мир Белорусская книга Высшая школа Институт философии Иран языки славянской культуры и так далее Всего в совокупности в книгофонде и в университетской библиотеке онлайн примерно 200 тысяч уникальных изданий Вот примерно то что можно сказать по поводу контента Ну и контент это конечно не только новые издания но и переосмысление тех изданий которые уже хранятся у нас и прежде всего в виде тематических коллекций то есть подборок тематических подборок литературы соответствующими комментариями созданными профильными специалистами вот таких коллекций у нас создано более 100 уникальных книжных коллекций за прошлый год большая у нас этим занимается достаточное количество людей квалифицированных очень интересные подборки в частности один из так не знаю вот у меня нет к сожалению нет здесь ссылки но вы можете увидеть в нашем расписании вебинаров два наших вебинара посвящены освещению этой тематике коллекциям тематическим коллекциям вот в частности одна из коллекций должна она уже появилась вот про нее мы расскажем эта коллекция посвященная 100-летию февральской революции 17-го года ну и вот авторы авторы этих коллекций расскажут составители этих коллекций расскажут вам об этих коллекциях на соответствующих вебинарах про книгообеспеченность не буду много говорить это не новый сервис ну относительно не новый два года вот этому сервису рекомендательному сервису книгообеспеченности что у нас новое в этом сервисе ну Кратко скажу, что это сервис, который позволяет использовать совместную интеллектуальную деятельность различных вузов для того, чтобы формировать книгообеспеченность в вашем вузе и рекомендовать вам ту или иную книгу в ту или иную специальность или дисциплину поместить. Что нового здесь? То, что расширяется количество рекомендующих вузов и достигло 50 лучших вузов и на основе их экспертного мнения мы помещаем книжки в книгообеспеченность. Мы очень заинтересованы в том, чтобы вы присылали нам свои рабочие программы дисциплин. В этом случае мы можем вашу книгообеспеченность сами сделать. И этот сервис, он пока бесплатный. Не знаю, будет он платный или нет, но можете пока этим воспользоваться, с тем, чтобы использовать наши ресурсы для создания своей книгообеспеченности. При этом надо иметь в виду, что, конечно, ваш интеллектуальный потенциал тоже может быть использован при рекомендациях. По поводу электронного обучения у нас будет отдельный вебинар, где-то весной он намечен. Мы достаточно много занимаемся электронным обучением в разных его формах. И в форме интеграции контента мы предлагаем курсы от различных вузов для приобретения вузами. И собственную деятельность ведем. Ну, в частности, вот вебинары такие вот. И большие курсы тоже ведем. И мы сотрудники, собственно, компании Директ Медиа и приглашенные эксперты. Ну, и вот еще раз я показываю вот эту вот нашу иллюстрацию про вебинары Директ Академии, которые идут как раз вот в ключе электронного обучения. И вот этот вот простой адрес, который здесь приведен, LMS Biblioclub.ru. Ну, если Biblioclub – это наш корневой домен, то вот домен третьего уровня LMS появляется. Это LMS Learning Management System, то есть система дистанционного обучения. Это префикс, при помощи которого вы перемещаетесь на портал нашего электронного обучения. Ну, и отдельные курсы мы тоже ведем. Причем как от имени нашей компании, так и совместно. Вот, а, да, ну и вот хотел бы порекомендовать следующий вебинар в цикле, посвященный электронному обучению. Это вебинар Дмитрия Кречмана из компании Hypermethod. Да, компания Hypermethod, если кто-то знает, это один из ведущих вендоров в области российских LMS как раз, систем дистанционного обучения. Ну, работают они несколько шире, чем формат LMS, об этом вы узнаете. Вот, судя по названию этого вебинара, Дмитрий расскажет о их инструментарии, посвященном созданию электронного учебного контента. Будет 15 февраля этот вебинар. Ну, и хотел бы свой курс тоже прорекламировать. Это курс «Профессиональная разработка электронного учебного контента». Третий год запускается вот этот вот курс, онлайн-курс. Совместно с компанией RAKURS мы запускаем этот проект. Вот я сейчас продублирую ссылочку на описание этого курса. Курс уже совсем скоро, через 5 дней начинается. Вот все параметры этого курса можете посмотреть. В прошлом году этот курс у RAKURS, компании RAKURS, был хитом продаж. Вот, я надеюсь, в этом году мы тоже успешно проведем этот курс. Это курс в основном для преподавателей, для тех, кто хочет стать разработчиком электронного учебного контента, причем разработчиком авторским, то есть курс для того, чтобы человек мог сам своими руками создавать электронный учебный контент при помощи инструментария, в основном бесплатного. То есть это такой инструментальный курс по тому, при помощи чего обычный преподаватель может стать автором электронного учебного контента, делать свои онлайн-курсы. 10 вебинаров будет, множество примеров, контентное наполнение и общение с преподавателем, то есть со мной в группе Facebook, где публикуются все результаты домашних заданий, и мы их совместно обсуждаем. Ну вот, вкратце, не буду посвящать саморекламе много времени. Поехали дальше. Мобильные платформы. У нас достаточно большое количество наших сервисов, и некоторые из них имеют свои платформы. До конца полугодия мы планируем, что у каждого из них появятся мобильные платформы, то есть смотреть их можно будет с мобильного телефона или с планшета. Мобильные платформы, в нашем понимании, это два разных, ну не разных, два похожих направления. Первое – это полностью отдельные мобильные приложения. Ну вот такое приложение, например, есть у нашего интернет-магазина. И второй подход – это модифицированные под мобильные исполнения сайты. И вот, например, ЭБС, при нашей ЭБС, университетской библиотеке онлайн, при попытке ее загрузки с гаджета будет подгружаться мобильная версия, в которой можно вполне работать. Она по-другому сверстана, удобна именно для исполнения, рассматривания из-под гаджета. Моя любимая тема – это арт-портал и арт-отека. Два проекта. Первый из них полностью бесплатный арт-портал. Арт-портал – это огромное количество, около 60 тысяч произведений искусства с правильными описаниями, с комментариями и так далее. Арт-портал за последний год на нем произошли качественные изменения. Если количественно он вырос не очень сильно, то качественно произошли большие изменения. В частности, улучшилось описание изображений, улучшилось качество изображений. Примерно, если не изменяет память, около 10 тысяч изображений были загружены в гораздо лучшем качестве. То есть мы нашли более высокого разрешения картинки, которые сейчас, конечно, более востребованы, чем маленькие. Их можно рассматривать. И в частности, по некоторым из этих… Ну, ладно, об этом я поговорю вот здесь вот, да. Одной из частей арт-портала является уже, наверное, самостоятельный проект, но опирающийся на арт-портал, который называется «Артотека». Это подписной сервис. Раз в две недели мы выпускаем новый long-read, как сейчас говорят, да. Или веб-докюментаре есть еще такой термин. Большую страницу. Страница это назвать, в общем, как-то странно, да. Потому что это такая, хоть и по одному адресу, физически это действительно страница, но реально это достаточно насыщенный материал большой, с большим количеством текста и с большим количеством иллюстраций. От полусотни до полутысячи и даже больше изображений в одном проекте. Часто эти проекты являются интерактивными, с включением интерактивных осей времени или интерактивных путешествий по картинке. И вот в частности, тут мы возвращаемся к вопросу высокоразрешающих изображений. В частности, на основе изображений высокой четкости, то, что часто называют гигапиксельная картинка, построено несколько интерактивных путешествий. Вот одна из них по произведению Иванова. Забыл, как называется, это явление Мессии, явление Христа народу. Еще две подобные интерактивные путешествия по творчеству Босха. И вот сейчас мы планируем сделать примерно такие же интерактивные путешествия по страницам Абердинского бестиария. Тоже достаточно интересно будет. Так что вот здесь за этот год произошло очень многое. То есть, ортотека из проекта небольшого превратилась уже в достаточно такой состоятельный контентный проект, в котором уже около 40 вот таких вот страничек, да, страничек проектов. Вот. И, в общем-то, на этот проект уже можно достаточно серьезное внимание уделить. Он может быть большим подспорьем в изучении искусства, искусствоведения и так далее. Ну вот здесь приведены интерактивные формы. Вот так, например, выглядит ось времени интерактивная. Вот примерно так выглядит интерактивное путешествие по картинке высокой четкости. Вот здесь это еще не самая высокая степень увеличения. Тут еще в два или три раза можно приблизить. Вот, например, вот здесь вот есть детали, которые, например, люди за рекой, которых обычно никто не замечает никогда. Да, в общем, на привычной нам картине можно разглядеть такие детали, которые вы никогда не увидите, даже если придете в Третьяковку и будете внимательно вглядываться. Так что очень интересная технология. Ближайший вебинар по ортотеке состоится в апреле, 6 апреля. Я его буду вести. Добро пожаловать. И вот ссылка на регистрацию в этом вебинаре. Тот проект, который будет серьезно педалироваться в этом году, это библиошкола. Это ЭБС. Такая же ЭБС, как университетская библиотека онлайн, но ориентированная на школьные, на школы. В основном ЭТБС посвящена дополнительной литературе. Ну, мы всегда говорим, что учебники – это очень особая область, высококонкурентная, и, к сожалению, в эту область достаточно сложно залезть. А вот что касается, ну, тем более, что, как правило, сами издательства, они предпочитают сами иметь дело с распространением своих учебников, в том числе в электронном виде. Что касается дополнительной школьной литературы, в частности, вот рекомендованной Минобром 500 произведений и так называемой президентской сотне изобретений, вот это у нас почти все есть, ну, по крайней мере, процентов 80-85 из этого списка. И это большое подспорье для школ, очень выгодно с экономической точки зрения, вместо того, чтобы приобретать это в свою библиотеку, иметь вот такой вот ЭТБС для школы. Для вузов же, для наших подписчиков традиционных, имеющих в составе школу, особая льготная подписка, так что обращайтесь, если вас это интересует. Ну, и есть еще индивидуальная подписка для людей, которые там совсем дешево, это все, не помню цен, но для физических лиц это все достаточно дешево. И у нас по этой тематике будет три или четыре вебинара в текущем году, ближайший будет уже 13 февраля, читать будет вебинар Дарья Фокина, наш руководитель проекта Библиошкола. Ну, я думаю, что должно быть интересно. Ну, и в конце я хотел бы рассказать вам о конкурсе BeFirst 2017. В прошлом году мы считаем, что с большой, достаточно интересно и глубоко прошел конкурс студенческих дипломных работ BeFirst 2016. Было много работ, были очень интересные работы, очень интересные результаты. И в этом году мы этот опыт повторим. Константин Николаевич предполагает, что в этом году этот конкурс будет гораздо шире и по тематике, и по привлечению экспертов. В общем, ну вот пока я могу только сказать, что он обязательно будет, и он будет на уровне не худшем, чем в прошлом году, а скорее всего это будет более широкое мероприятие, более интересное. Так что ориентируйте, пожалуйста, ваших студентов. Это способ получить свое первое крещение еще до выхода из стен вуза. Вот много бонусов предлагается вот этим людям, которые займут у нас места. В общем, это будет достаточно интересно. Уже сейчас можно ориентировать их на вот такую вот деятельность. Ну и несколько слайдов в разделе разное. По одному слайду буквально на одно новшество. В скором времени должна появиться контрастная версия EBS для слабовидящих. Ну вот примерно как видите ее один из скриншотов этой версии. Собственно, она полностью будет повторять нашу EBS, но в другом, более контрастном дизайне. В общем, ничего необычного нет. Просто хочу констатировать, что мы становимся доступнее для всех видов людей с особенностями. Да, слабовидящих, слабослышащих и так далее. Ну вот для людей, полностью потерявших зрение, у нас есть большое количество аудиоучебников. Ну а вот этот вариант, он для людей, которые полностью зрение не потеряли, но видят достаточно слабо. И им нужен вот такой вот контрастный вариант. Что еще у нас появится в 2017 году? Это сервис, который позволит идентифицировать пользователей EBS по их поведению, по их научным интересам. Система будет понимать, с каким специалистом имеет дело и предлагать соответствующее окружение. То есть рекомендуемая литература, которая будет располагаться вот в подвале и при поиске, она будет учитывать профиль пользователя, что он до этого делал, какими книгами интересовался. И мы будем стараться окружить нашего пользователя той тематикой, которая ему наиболее интересна. Ну и последний, как всегда у нас по поводу комплектования. Напоминаю, что мы как... Это не столько новости, сколько напоминания. То, что мы открыты к любым формам сотрудничества, удобным ВУЗом, включая покнижные комплектования. И то, что ВУЗом с подпиской выше 300 тысяч рублей, предоставляется в качестве бонуса подписки на издательских коллекций величиной примерно еще дополнительно 30% от суммы подписки. Коллеги, ну вот, наверное, все о тех новинках, которые будут в ближайшее время у нас. Возможно, я что-то недоучел, но иногда бывают новинки более такие быстрые, которые приходят и сразу реализуются. Ну вот, об этих новинках я, наверное, расскажу в начале следующего уже полугодия. А так вот, тема как раз вот ровно за час исчерпана. Вижу, что-то в вопросах есть. А где посмотреть условия конкурса на лучшую студенческую работу? Я думаю, что новые условия пока не сформулированы. Можно где-то... Можно где-то посмотреть условия предыдущего нашего конкурса. Сейчас вот я очень быстро вам ссылочку не найду, поэтому вот еще раз хочу сказать, что если вы вот по этому моему адресу напишите, я постараюсь вам эту ссылочку найти, если она еще актуальна, и прислать. Ну, я не уверен, что в этом году будут точно такие же условия, как в прошлом. Ну, думаю, что что-то похожее будет. Вот, коллеги, какие еще будут у вас вопросы по поводу наших новинок? Ну, что ж, если вопросов нет, тогда спасибо всем за присутствие на нашем сегодняшнем вебинаре. Жду вас 6 февраля на вебинаре для преподавателей. И, кстати, если здесь не знаю, кто здесь сейчас присутствует, если здесь в основном библиотечные работники, то прошу вас о этом вебинаре объявить. Это вебинар для наших... Давайте я еще раз дам ссылочку. Вебинар «Что преподаватель может получить от ЭБС Университетская библиотека онлайн». Вот ссылочка на этот вебинар. Будет она интересна в основном преподавательскому составу вузов. Поэтому, если есть возможность как-то объявить об этом вебинаре преподавателям, ведь нашими рассылками мы не можем достучаться до каждого преподавателя вуза, то мы будем благодарны за это. Так, вижу, еще что-то появилось во вкладке «Вопросы». Сейчас посмотрю. Ага, просто спасибо написано. Ну что ж, коллеги, я вас тоже всех благодарю, что вы пришли. Будем тогда на сегодня прощаться. 6 числа, надеюсь, вас увидеть на своем следующем вебинаре. Как всегда, выхожу из эфира, еще минут 5 остаюсь в чате на всякий случай. Запись этого вебинара вы увидите в конце недели, на нашем... Нет, уже, наверное, не в конце этой недели, а в середине следующей недели, на нашем видеопортале. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok